Здравствуйте! Вы смотрите Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. Сегодня в выпуске. В пруду возле дач под лед провалился подросток. Врач службы спасения чудом оказался рядом. Он вырвал в своей машине полку над задним сидением и вытащил ребенка. Еще один герой Великой Отечественный отправился на родину. Северодвинские поисковики официально передали останки и личные вещи бойца делегации из Краснодара. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Чем удивила северодвинцев Ночь искусств 2016. Морозы только ударили, а спасатели Северодвинска уже гоняют каскадеров со льда. На театральном озере и на Кудьме были замечены дети. Обошлось без трагедии. А вот возле СНТ теремок под лед провалился подросток. Там же неподалеку случайно оказался врач Северодвинской службы спасения. Он и вытащил ребенка. Валентина Приходько продолжит тему. Отказывается говорить на камеру и не хочет быть героем. Тем не менее, поступок того заслуживает. На выходных Александр Макеев, врач службы спасения, будучи на своей даче, услышал крики ребенка. Мальчик лет 13 провалился под лед в пруду. Александр вытащил его с помощью доски, которая буквально выдрала свои машины. В связи с началом сезона ледостава за три дня выходных спасатели объехали все водоемы Северодвинска. На театральном озере и на Кудьме прямо на льду застали детей. Обошлось без жертв. Сейчас опасный период. Лед вроде установился, но не везде и не прочный. Поэтому выходить на него еще рано, даже рядом с берегом. Однако отчаянных это не смущает. Вот так вот некоторые северодвинцы закаляются, не думая о безопасности. А другие выкладывают социальные сети фотографии замерзших озер и уже призывают кататься на коньках. Рыбаки же вовсю рыбачат. Хотя льду-то всего три-четыре дня. И это катастрофически мало для того, чтобы он стал прочным. По словам спасателей, необходимо две-три недели стабильных морозов. В ближайшие дни, в общем-то, существенных изменений в погоде мы не ожидаем. Поэтому, в общем-то, сохранится, можно сказать, без остатков. Маловетриная такая погода. Градусов, если завтра мы около десяти ждем, то уже к концу недели, возможно, градусов и семь уже, шесть и семь градусов. Ночью пока у нас все-таки мы оставляем пока холодные, так как у нас вроде под влиянием антициклона, небо у нас будет чистое, в общем-то, будет ясная погода. Поэтому процесс выхолаживания, так сказать, будет еще пока продолжаться. Не надо выходить на светлый, на белый лед, на рыхлый лед. Он, как правило, в два-три раза по прочности уступает тому, который прозрачен. Не надо выходить на лед, где толстый снег, к растительности. Там практически всегда. Ну и, естественно, все речки надо обходить пока стороной. Провалиться под лед на реке куда опаснее, чем в озере. В таком случае выбираться надо против течения. Не паниковать и не погружаться в воду с головой. А если оказались на месте спасающего, не стоит бежать по полынье. Шарф, куртка, доски, палки. Вот с помощью этого можно помочь человеку, провалившемуся под лед. И в любом случае сразу вызывать спасателей. Со стационарного звонить 50-00-01 с мобильного 112 без кода. А лучше всего просто не рисковать. Валентина Прихойска, Владимир Богомолов, Вестник Сверодвинска. 7 ноября по традиции коммунисты отмечают день Октябрьской революции. Несмотря на мороз, желающие прийти на главную площадь города сегодня были. Это годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, 99-я по счету. Митинг на площади Победы был коротким. Выступили ветераны, коммунисты. К памятнику Ленина они по традиции возложили цветы. После направились в дом Корабела. Там в эти минуты проходит торжественное собрание и концерт. Праздник Октября исчезает из нашей жизни. Никогда Красный день календаря превратился в обычный будничный день. Еще один герой Великой Отечественной возвращается на родину. В сквере ветеранов состоялась торжественная передача останков и личных вещей бойца Григория Некрасова, делегации из Краснодарского края. Обнаружили их представители поискового движения за родину во время летней экспедиции в Карелию. Младший лейтенант Григорий Некрасов был призван сочинским военкоматом в первые дни войны. По распределению попал в Карелию. Воевать пришлось недолго. Солдат погиб в мае 42-го года. Северодвинские поисковики обнаружили бойца этим летом во время экспедиции. Останки и личные вещи бойца принимали представители компании «Кубаненерго». Она была основана на базе сочинской электростанции, где Григорий Некрасов работал до войны. За несколько дней до церемонии нашлись и родственники солдата. Как отмечает руководитель поискового движения за родину Андрей Иванов, большую помощь в этом деле оказали волонтеры. Инициативные люди, которые были в Сочи, то есть они работали в самом городе, делали опрос, ходили по домам, спрашивали, узнавали, работали с однофамильцами. И вот буквально на днях нашлись родные. То есть они вышли уже тоже сами к нам на группу. Я думаю, что по возвращению на Кубань мы обязательно встретимся с родственниками, расскажем о том, какая работа была проведена, о том, как прошло мероприятие, на каком уровне. Ну и далее, что думаю, наверное, продолжим поисковую работу. Захоронение остатков бойца в Сочи пройдет в День Героев Отечества 9 декабря. Михаил Брюхов, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. 24-й школе в этом году исполняется 45 лет. За это время учебное заведение подготовило немало ярких и талантливых выпускников, в их числе и действующий глава города. В концертном зале НТЦ «Звездочка» практически нет свободных мест. С юбилеем родную 24-ю школу пришли поздравить как нынешние ученики, так и недавние выпускники. Есть и те, чей последний звонок прозвенел много лет назад. 24-я впервые открыла свои двери для учеников в сентябре 71-го года, став первой школой на острове Ягры. Николай Лаптев один из самых первых выпускников. В новую школу он перешел в год ее открытия после 8-го класса. Сегодня вспоминает, каково было осваиваться. С большинством учителей старшеклассники тогда не были знакомы. Я помню, с Верой Егоровной Пановаренко у нас вообще казус произошел. Мы стояли на вахте, и вдруг идет такая молоденькая девушка. Мы с ее вместо того, чтобы признать ее учительницей, стали просто как девушку кадрить. Потом только узнали, что она учительница. Торжественный концерт не обошелся без поздравлений официальных лиц. Однако на этом празднике поздравления особенные. Ведь один из выпускников школы – действующий глава города Михаил Гмырин. Я хочу сказать, что 24-я школа, она сегодня не самая старая, она самая старшая на Ярках на сегодняшний день. И, безусловно, мы как власть должны помогать школе двигаться вперед. Сегодня понимаешь с возрастом о том, что наши педагоги, они всегда были правы. И, конечно, вспоминаешь своих одноклассников, с которыми иногда и баловались, иногда делали не то, что дозволено. Ну, детство есть детство, да. Сегодня в 24-й школе учится около 900 человек. В этом учебном году из ее стен выйдет 31 выпускник. Михаил Брюхов, Юрий Борисов, Вестник Северодвинска. Ужесточить закон. В Северодвинске прошел пикет памяти жертв хабаровских живодерок. Напомню, в скандальной истории замешаны девушки, которые брали животных из приютов, жестоко убивали их и выкладывали видео и фото мертвых кошек и собак в социальную сеть. Сейчас, по последним данным, девушки под домашним арестом. Митинги против живодерок прошли во многих городах России. В Северодвинске на него пришли более 200 человек. Горожане несут цветы, игрушки, корм. В фотографии жертв зажигают свечи. В память о тех, кто так и не обрел свой дом. Свое право называться домашним. От рук хабаровских живодерок погибли более 15 животных. Наталья Савина пришла на митинг с овчаркой Вассой. Кстати, собаку женщина взяла в приюте. Вы знаете, очень сильно возмущает проблема бездомных животных. А также, ну как, вседозволенность. Пока, мне кажется, не примут закон, который будет защищать животных. И когда животные будут не как вещь, а именно как живое существо. Поэтому, мне кажется, нужно добиться того, чтобы приняли соответствующий закон. Речь идет о 245-й статье Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». Активисты со всей России собирают подписи в адрес президента Владимира Путина за ужесточение закона, снижение возраста уголовной ответственности, а также за детальное рассмотрение дела хабаровских живодерок. Мы сейчас стараемся добиться того, чтобы срок уголовной ответственности за это был не до двух лет, за жестокое обращение с животными, а до десяти лет. То есть, либо принудительное лечение, либо заключение. На митинге в Северодвинске собрали более 500 подписей. Оставить свою можно в группе ВКонтакте еще неделю. Также неравнодушные северяне записали обращение к президенту страны, как и в каждом городе, где проходил митинг, с просьбой о гуманности к животным и каре к тем, кто только по роду может называться человеком. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы граждане великой страны, мы все едины, и мы имеем право требовать справедливый закон. Мария Воробьева, Дмитрий Ткаченко, Вестник Северодвинска. ТГК-2 прошла проверку Министерства энергетики России. На всех энергообъектах компании, в том числе и в Северодвинске, есть необходимый резерв топлива. Сотрудники теплостанции провели учения по работе в условиях низких температур, сформировали аварийные бригады. Зимой не замерзнем, обещают энергетики. Согласны ли с этим наши штатные синоптики? О прогнозе погоды расскажет Ольга Савинова. Совсем не осенними морозами удивило начало недели. Здравствуйте. О погоде во вторник, после анонсов. Далее в программе. Пятилетний малыш скончался в больнице после страшной аварии. Виновник выехал навстречу и столкнулся с автомобилем, в котором находилось двое детей. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра, чем удивила северодвинцев ночь искусств 2016. Вас приветствует Небесная канцелярия. Наш спонсор – медицинский центр «Ваш врач». Многопрофильный медицинский центр европейского уровня «Ваш врач» на Комсомольской 34А приглашает пациентов. В рамках обязательного медицинского страхования ведут прием терапевт, невролог, аллерголог, иммунолог, пульмонолог, ревматолог и гастроэнтеролог, а также педиатр, акушер-гинеколог, дерматолог, травматолог, ортопед, нейрохирург, онколог, мамолог и флеболог. Все специалисты решают вопросы временной нетрудоспособности. «Ваш врач» – это 27 видов медицинских услуг, 30 видов УЗИ, все лабораторные исследования. Медицинский центр «Ваш врач». Будьте здоровы! Во вторник, 8 ноября, по данным сайта Архангельского гидромедцентра, в Северодвинске ожидается ночью 12 градусов мороза, днем до минус 7. Ветер восточный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и составит 772 миллиметра ртутного столба, переменная облачность и без осадков. В народном календаре 8 ноября – Дмитриев день. На Руси погоду предсказывали под таким приметом дня. Если холодно и снежно, весну ждали такую же. Утренняя багряная заря предвещала сильный ветер, а запотевшие окна – отсутствие холодов. Отменного здоровья вам желает Медицинский центр «Ваш врач» и предлагает более 27 видов медицинских услуг и более 30 видов УЗИ. Медицинский центр «Ваш врач» Комсомольская 34А. Будьте здоровы! У меня на этом все. До встречи! Здравствуйте! Своя программа «Мысли вслух» и я, ее ведущий Сергей Савкин. И мы начинаем второй сезон детского проекта. И если ваш ребенок не по возрасту разговорчив, не боится показать себя и ему есть что рассказать, тогда приходите к нам. Телеканал «ГТРК» приглашает на кастинг детей от 5 до 10 лет для участия в новом сезоне детского проекта. Все подробности по телефону. О культурных выходных расскажем в нашей традиционной рубрике. Слово Марии Воробьевой. Здравствуйте! Северодвинск встретил самое главное культурное событие этой осени всероссийскую акцию «Ночь искусств». Живопись, музыка, поэзия, хореография, театр, кино. Для горожан работали 16 арт-площадок. В эту ночь в мир творчества окунулись и мы. Прикоснуться к искусству в прямом смысле слова можно было в Краеведческом музее. Здесь реставратор старинных тканей из Архангельска Мария Григорьева рассказала об особенностях экземпляра 19 века из Замбургского скита и о том, чего боится любая ткань. Ткани, они сами по себе боятся цвета, то есть они быстро разрушаются, также пыль влияет. То есть наша среда получается несколько амбессивна. А в библиотеке рисовали шаржи. Портрет за 15 минут. Очень понравилось. Я не ожидала, что так получится. Я иногда сама себя так и представляю, улыбающаяся и очень смешная. Праздник в Книжной гавани в честь юбилея Ломоносова. Гости участвовали в мастер-классах, театральных постановках и даже играли в «Мафию Ломоносова». Тут присутствовали свои герои. То есть это была не мафия, а палач. Ну, лекарь был лекарем. Тут были... Мы не просто закрывали глаза, а прятались под маской Ломоносова. Тише! Это библиотека! Да-да, я понял. Это библиотека? Да, это библиотека. Тише! Библиотеке «Бестселлер» в Ночь искусств исполнилось 30 лет. Юбилей на юбилейной праздновали спектаклями, песнями. Десять лет мы уже дружим с «Бестселлером». С тех пор, как я стал депутатом, мы активно им помогаем, и чтобы пополнялся книжный фонд, и депутаты нашей команды, депутаты городского совета поддерживают библиотеку, чтобы здесь и ремонты проводились. И за 10 лет, в общем-то, нам удалось привести ее в достаточно хороший вид. Любовь к чтению и желание читать у меня появилось явно в библиотеке. И это явно прослеживается, мне кажется, очень у многих людей, которые начали читать запоем, как это называется, именно с того, что библиотекарей посоветовали правильные книги и в нужное время. Поэтому это существенно влияет на нашу личность, на тех молодых ребят, которые приходят в библиотеки и сейчас. Дефиле по подиуму и вспышке фотокамер. В Дворце молодежи «Строитель» прошел открытый конкурс «Молодой дизайнер». Коллекция нежанок «Полярная ночь» заняла первое место в номинации «Сценический костюм». На мне образ северной красоты, полярные медведи, северное сияние. Он является самым таким эстравагантным, потому что он единственный с длинной юбкой. В «Ночь искусств» в ЦКЁМ звучали знаменитые оркестры Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Каунта Бэйси. На джазовом концерте оркестра «Биг джаз, биг бэнд» был полный аншлаг. Запомнилось, наверное, взаимодействие со залом, потому что неожиданные такие моменты. Дирижер вдруг начинает подпевать прямо в микрофон, причем таким поставленным голосом. Потом в середине произведения музыканты начинают прихлопывать. Тоже очень интересно, и хочется зрителю тоже вместе с ними хлопать. Всероссийскую акцию «Ночь искусств» в Северодвинск принял в третий раз. Ее посетили тысячи горожан. Такими были эти культурные выходные. Увидимся завтра. В десятке лучших в СНГ северодвинские мастера вышли в финал международного конкурса «Лучший сантехник». Город Корабелов представляют маститы, слесари ЖКХ «Норд» Сергей Самыловских и Николай Кузнецов. В первом этапе они делали добрые дела. Команда безвозмездно установила умывальник ветерану и радиатор многодетной семье. Затем участники отправились в школы, рассказали и показали ребятам, что значит быть настоящим сантехником. В финале в Челябинске сойдутся 30 сильнейших команд, пока зрители и эксперты определили северодвинцев на восьмое место. Участникам предстоит на глазах у полутора тысяч наблюдателей доказать свое право на звание лучших. Итоги чемпионата станут известны 22 ноября. Арсенал времен интервенции найден в Плесецком районе. Столетнюю находку обнаружили местные охотники. На полигоне под Архангельском уничтожили более пяти тысяч патронов, шесть снарядов и два артиллерийских снаряда. О криминальных происшествиях рубрика «Протокол» обзор подготовила Евгения Карелина. Пятилетний ребенок скончался в больнице после ДТП на трассе Архангельск-Северодвинск. По предварительным данным, 21-летний водитель Лады Гранты выехал навстречу и столкнулся с Ладой Калиной. Из нее были госпитализированы два брата 5 и 7 лет, их отец и дед. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренное частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Расследование продолжается. Лада Гранта улетела в Кювет. Водителя и пассажира также госпитализировали. Из травматического пистолета стреляли накануне у ресторана на Пионерской 6А в 22-летнего молодого человека. По предварительным данным, пострадавший поссорился с отдыхающим у веселительного заведения. Его госпитализировали в травмпункт 3-й поликлиники. 36 кустов коноплей вырастил 51-летний житель Устьянского района в своем доме и бане. Кроме того, мужчина хранил высушенную марихуану, но попался на дачу взятки полицейскому. По версии следствия, 6 мая текущего года вечером у частного дома в поселке Кизьма Устьянского района обвиняемый задержан сотрудниками полиции при передаче 50 тысяч рублей оперуполномоченному за непривлечение его к ответственности за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества. Обвиняемый пояснил, что выращивал коноплю для собственного потребления. Уголовное дело направлено в суд. Подходи, не скупись, покупай, торопись. Покупайте с удовольствием продукции ОАО «Северодвинск молоко». Ровная спина, расправленные плечи, грациозная и плавная походка, красивые движения. Обладательницу такого тела невозможно не заметить. Достичь результата можно при занятиях стретчингом. Директор компании «Академия Уэлнес», обучающей школы инструкторов, Лариса Подхалюзина не только рассказала, но и показала северодвинцам, что значит гибкое и здоровое тело. Помните, не плечевой сустав, туловище. На правую руку не заваливаемся, ровь, ею себя вверх толкаем. И теперь левая рука за правое бедро. В переводе с английского стретчинг означает растягивание. Заниматься им можно в любом возрасте. Задача этого своеобразного вида аэробики – растяжка мышц, развитие эластичности и гибкости. И, конечно, удовольствие, а не занятие через силу. Отсюда и главное правило упражнений – не навреди. Методику преподавания стретчинга тренеры фитнес-клуба «Энерджи» познавали 4 дня. Научился методам растяжки мышц. Например, какие значения? Например, динамический, статический, статически активный, статически пассивный и прогрессивный метод. Это мы всему обучили и показали на примерах. Это мотивация, это новый опыт. Ну, опять же, да, тренер тоже, как и любой другой человек, должен вдохновляться. И это вдохновение, на самом деле, для работы. Благодаря Ларисе Подхалюзиной тренеры в Северодвинске прошли профессиональное обучение и получили сертификаты. Теперь под руководством инструкторов северодвинцы могут заниматься независимо от возраста и уровня подготовки. С фитнес-клубом «Энерджи» вице-президент Ассоциации спортивной аэробики России дружит с мая 2016-го. Лариса корректирует работу фитнес-клуба и постоянно обучает тренеров. В следующий раз она поделится опытом с коллегами в 2017-м году. Семейный и корпоративный отдых в загородном клубе «Ля Боготель». Комфортабельные номера, зал для корпоративных мероприятий, русская баня, сауна, бассейн, бильярд, площадка для барбекю, снегоходы, квадроциклы, одно и многодневные СПА-программы. «Ля Боготель». Отдых для настоящих ценителей. Звоните 440-540. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Материалы выпусков вы можете посмотреть на сайте северодвинск.тв. Всего доброго. До свидания. Миссис Северодвинск. Архангельск. 2017. Конкурс женской красоты, творчества, элегантности и успеха объявляет набор участниц. Тебе больше 27 и меньше 47. И у тебя есть дети. Заполни анкету и стань участницей конкурса. И может быть именно ты станешь победительницей. Даешь революционные цены в теплом доме электроконвектор «Оазис» всего за 2050 рублей. 19 ноября в 17 часов Дом Корабела приглашает на гала-концерт народный артист Севмаша. Завершит фестиваль танцевальная программа. Телефон для справок 507-349. Золотой. Золото от 1 990 рублей за грамм. Спонсор прогноза погоды сайт города Северодвинска go29.ru go29.ru сайт города Северодвинска Почувствуй пульс своего города. Во вторник 8 ноября по данным сайта Архангельского гидромедцентра в Северодвинске ожидается Ветер восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и составит 772 миллиметра ртутного столба. Переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью минус 12, днем до 7 градусов со знаком минус. Спонсор прогноза погоды сайт города Северодвинска go29.ru go29.ru. Почувствуй пульс своего города. Редактор субтитров А.Семкин